Человек, который сформировал финансовые привычки — это привычки. Они автоматически выталкивают человека от того, чтобы пойти налево, он идет направо, просто по привычке. Большое богатство — иметь правильные финансовые привычки и большая бедность — отсутствие таких правильных финансовых привычек и постоянно ходить налево. Вот это первая финансовая привычка — идти направо, а не идти налево, то есть не идти в сторону кабалы. Какие финансовые привычки лично вы практикуете, имеете и рекомендуете тем, кто нас смотрит? Первая группа базовых привычек — это расширять свой базовый доход ежегодно. 5-10 процентов должен расти. Если он не растет, значит что-то не так, надо изменить настройки своей жизни. 5-10 процентов — это почти уровень инфляции. Это и есть база. Если не растет 5-10 процентов, то ты стоишь, беднеешь и ты находишься в очень уязвимой зоне. Даже не потому, что у тебя денег столько, то что ты привыкаешь к такому неустойчивому состоянию, и ты формируешь привычку зависнуть. Значит, поэтому 5-10 процентов выше, чуть выше инфляции должен доход всегда расти. 10 процентов от доходов, при любых доходах, надо откладывать в резервы — это финансовая привычка. Без всяких там, а вот я потом начну формировать резервы. Нет, потом будет поздно, потом поздно пить боржоми. Как бы это не смешно — это не смешно. Это очень не смешно, когда человеку нужда в болезни и еще почему-то. Потерял работу, доход. Да, и резервы нет. Это не смешно. Поэтому создание резервов — 10 процентов минимум. Третья установка — это 30 процентов своих доходов, подчеркиваю 30, направлять на рост своих доходов. 30 процентов от своих доходов направлять на рост своих доходов? Это образование, это квалификационные вещи, повышение квалификации в твоей профессии, которой ты занимаешься. Это создание пассивного дохода. Ну, пассивного, как его называют, не знаю, мне не нравится слово — пассивный доход. Ну, в принципе, инвестиционные какие-то фонды. Что-то инвестиционное такое, самостоятельно созданные пенсионные фонды, ну или такие фонды. Пенсионные накопления. Пенсионные накопления, да. Не менее 30 процентов, но я прежде всего эти 30 процентов имею в виду все-таки активные вложения в расширение доходов. Релокация, образование, смена профессии, то есть выбор, переквалификация в ту профессию, по которым сейчас тренд и есть хорошие заработки на рынке. Я про это говорю, потому что все-таки инвестиционные программы я рекомендую делать чуть-чуть позже, когда человек пробил планку такого, ну, знаешь, он уже устойчиво себя чувствует, то есть он уже формирует 10 процентов резервов, он кусил, что значит вот это переквалификации, что такое активное вложение в расширение доходов, и у него устойчивость по необходимым расходам там на жилье, на одежду. Текущие потребности. Текущие потребности, да. И вот в этот момент, да, он готов к тому, что расширяющийся доход дальше, я ему говорю, вот теперь добавь инвестиции. Инвестиции, да. Это обычно происходит все-таки у людей, которые зарабатывают больше 150 тысяч. Больше 150 тысяч. В физике есть такое определение, но экстремум, я не знаю, как это сказать. Максимум, минимум. Точка наиболее эффективного приложения усилий лежит в разных местах. Если у тебя доходы пока еще менее 150 тысяч, самая максимальная точка приложения усилий или твоих денег, это активная позиция по расширению твоих доходов. Когда доходы у тебя пробивают 150 тысяч, если 300 тысяч, зарплата твоя там больше 300 тысяч, ну тогда, если ты с зарплатой выше 300 тысяч еще не занимаешься инвестициями, ну тогда ты странный. Со 150 надо уже начинать. Ну вот все, в принципе, больше нет никаких базовых финансовых привычек. Но дальше речь идет о том, что эти привычки теперь должны быть сформированы рядом с людьми, которым ты доверяешь. Субтитры создавал DimaTorzok